Друзья, всем привет! Скоро Новый год и в преддверии этого замечательного праздника хочется сделать какое-то доброе дело. Короче, я решил, что в этом году я буду проводить розыгрыш. Долго думал, что разыгрывать. Сперва я думал, может быть, разыграть какие-то деньги. Потом я подумал, наверное, я разыграю инструмент. Но в конечном результате я решил, что, наверное, в этом году мы будем разыгрывать знания. Как говорят умные люди, знания – это лучшая инвестиция. Скоро, с 23 по 27 января в Москве, Институт пассивного дома будет проводить курс строителя 5 дней. И человек, который выиграет в этом конкурсе, в этом розыгрыше, сможет бесплатно пройти обучение. Обучение стоит 108 тысяч рублей, поэтому для кого-то это будет, с моей точки зрения, очень хорошим подарком. Недавно у меня выходил на эту тему ролик. Предварительно я спрашивал своих подписчиков в различных социальных сетях, интересно ли им такая тема или нет. Большая часть аудитории написала о том, что это очень круто. Давай, мы будем участвовать. Но была такая часть аудитории, которая начала критично относиться, особенно после того, как они узнали, что курс стоит 108 тысяч рублей. И начали обвинять меня и людей, которые проводят этот курс, сам Институт пассивного дома, в том, что это какое-то инфо-цыганство. Как вот за 5 дней вы можете там чего-то научить, чего-то там не научить. Поэтому я решил сегодня снять такой ролик, в котором хочу со своей точки зрения рассказать вообще, что это за курс. И если у кого-то появится желание все-таки поучиться, то в конце видеоролика будут условия. На столе у меня лежит учебный материал, учебные модули по различным строительным темам. Когда я учился, всю эту литературу дали мне там. Значит, давайте сейчас пробежимся поверхностно по этим модулям. И потом, может быть, парочку примеров я вам покажу, конкретно какие знания и в каких областях вы можете получить. Значит, это предварительный курс. Отсюда я буду показывать. Давайте его пока отложим. Значит, так как это институт пассивного дома, тут вся вот эта вот терминология связана со словом пассивный. Пассивный дом – это очень энергоэффективный дом. Но важно понять принцип. Те знания, которые вы получите, это не значит, что вам обязательно нужно строить пассивный дом. Эти знания прекрасно подходят и для строительства обычных домов. То есть для того, чтобы построить качественный дом, если вы будете применять вот эти вот методы, которые здесь вот рекомендуются, да, то у вас 100% будет очень качественно построенный дом. Поэтому вот слово пассивный, да, когда я буду произносить, это не обязательно, что вы должны себе там построить пассивный дом или кому-то еще. Но принцип применения вот этой системы, да, которую разработал институт пассивного дома, вот я считаю, вот эти знания, вот этот вот принцип, они очень крутые. Итак, модуль номер один – рентабельный пассивный дом. То есть это рентабельность энергоэффективного дома. То есть вы сделали, например, утепление там 40 сантиметров, вы можете посчитать, какое количество там энергии потребуется для того, чтобы его отопить. И то же самое, если вы, например, сделаете утепление стены там 60 сантиметров, то вы также посчитали, да, и, соответственно, взяли разницу. Там 40 сантиметров столько затратил денег, 60 сантиметров столько затратил денег. Соответственно, через такое-то количество времени вы можете там понять, за сколько вот эта вот толщина окупится там. Если вы, например, будете топить газом или, например, будете топить электричеством. Воздухонепроницаемость – очень интересная тема. Человек, который пройдет, мне кажется, прочитает вот этот модуль, он поймет, что, наверное, дом какого-нибудь из профилированного бруса не совсем пригоден для того, чтобы в этом доме проживать постоянно. То есть в этом доме будет проживать некомфортно, потому что когда венцы брусьев соединяются между собой, ну, при усадке, да, они 100% не могут усесться супергерметично, суперидеально. Поэтому, если есть какие-то зазоры, то через них зимой будет там поступать воздух холодный, да, и вам в этом доме будет дискомфортно. То есть пройдя вот этот модуль, вот, вы это точно будете понимать. Ход строительных работ, точки пересечения субподрядчиков, обеспечения качества. Ну, в принципе, понятно. Пересечение разных подрядчиков, и вы, условно, выстраиваете вот эту вот цепочку взаимодействия между, там, например, электриками, сантехниками, там, вентиляционщиками. То есть тема тоже очень актуальна. Теплоизоляция, ну, это, соответственно, качественное утепление, тут, в принципе, понятно. Тепловые, тепловые мосты. Это сложные места в доме, например, если у вас есть окно, ну, в любом доме есть окно, да, как его правильно там примкнуть к откосу. Или как правильно сделать нижнюю часть, там, где используется подставочный профиль. Или как там правильно сделать угол. То есть тема очень интересная. Окна. Как сделать энергоэффективное окно? И вообще, что такое энергоэффективное окно? Дальше. Вентиляция. Здесь рассказывается о том, вообще, что такое вентиляция. И в большей степени, так как это энергоэффективный дом, речь идет про рекуперацию. То есть рассказывает, что такое рекуператор, какие они бывают. Еще вообще система вентиляции и рекуперации состоит. Там глушители, какие трубы, зачем их нужно утеплять. Там или не нужно их утеплять. Здесь все расписано. Вентиляция особенностей модернизации старых построек. То есть, грубо говоря, здесь в основном рассказывается про новое строительство. Но, соответственно, не все живут в новых домах. Кто-то живет в старом доме. Им нужно, например, сделать реновацию дома. Реконструкцию дома. То есть, сделать его более теплым. Соответственно, здесь рассказывается о том, как в том доме, который уже существует, сделать вентиляцию на основе рекуперации. Основные принципы вентиляции. Ну, в принципе, понятно. Теплоснабжение. Теплоснабжение – это у нас отопление. Идем дальше. Основные принципы по теплоснабжению. Это дополнительный модуль, который рассказывает про отопление. Основные принципы по теплоизоляции. Но это дополнительный модуль уже по утеплению. Основные положения по тепловым мостам – это тоже. И основные положения по окнам. Возвращаемся к нашему первому модулю. Хочу вам из этого модуля показать кое-какие примеры, чтобы вы понимали, примерно, какие знания вы можете получить в институте пассивного дома на курсе строителя. Открываем. Давайте где-нибудь в середину открою. Где-нибудь в середине. Какая-нибудь интересная картинка. Вот, например, на странице 24 есть интересная картинка, которая посвящена окнам. Давайте условно разделим эту картинку на две части. Часть слева и часть справа. С левой стороны у нас обычный дом. Ну, какой-то, да. С правой стороны у нас энергоэффективный дом. Что мы видим с левой стороны? Мы видим, что человеку возле окна стоит некомфортно. Потому что перепад температуры в помещении и возле окна, он очень большой. И для того, чтобы компенсировать эту температуру, человеку необходимо установить какой-то отопительный прибор. Например, стеновой радиатор или внутрипольный радиатор. Что мы видим с правой стороны? Мы видим, что окно установлено очень качественно. Хорошее энергоэффективное окно, которое дает возможность человеку находиться возле этого окна. Никакого дискомфорта он не испытывает. Потому что нет практически никакого перепада температур. Несмотря на то, что снизу нет никакого отопительного прибора. Если мы вдумаемся в то, что здесь нарисовано, то мы понимаем, что на этапе проектирования дома, если мы заложим более качественные окна, немножко переплатив за них, продумаем узлы примыкания окна к откосу, правильно монтажная пена, правильные хорошие ленты, снизу теплый подставочный профиль, то мы можем в дальнейшем сэкономить на отопление. Как вот получилось в моем случае. То есть мне все говорили, вот если ты не поставишь внутрипольный конвектор, то у тебя будут проблемы, у тебя окна большие, у тебя окна будут запотевать, окна будут течь, постоянно будешь подкладывать тряпки. Ничего этого не происходит. Потому что окна, которые я устанавливал, я немножко переплатил за них денег, и я знал, как правильно, после того, как я прошел этот курс, я знал, как правильно это окно установить. У меня нету никаких внутрипольных конвекторов, нету никаких проблем. Поэтому, условно переплатив немножко за окна, я потом значительно сэкономил на отопительных приборах. Давайте еще какой-нибудь пример разберем. Вот, например, картинка из уже непосредственно моей области. Это кровля. Здесь мы видим кровельный пирог. Нам даны какие-то значения. Но, грубо говоря, показан пример того, что если, например, пароизоляционная пленка у нас не проклеена, есть неплотность, допустим, с зазором 1 мм, у нас в помещении влажность 50%, на улице 80%, температура внутри, пускай там будет плюс 20%, на улице там минус 20%, то в конструкцию, вот в эту неплотность, может в сутки попадать до 360 грамм воды. Поэтому, чтобы этого избежать, нам обязательно нужно проклеивать пароизоляционную пленку, чтобы создать не только пароизоляционную конструкцию, но и воздухоизоляционную, потому что воздухоизоляция оболочки – это очень важный момент. Вот здесь вот показано, насколько это важно, что если, например, у нас вся пароизоляционная пленка не проклеена, у нас в неплотность стремится в воздух, с воздухом, соответственно, есть влага, и эта влага, когда она доходит уже до какой-то верхней точки, там всем известна эта точка росы, и пар переполняется влажностью и выпадает в виде конденсата. То есть у нас в конструкции будут проблемы. Когда мы создаем с вами герметичную оболочку, у нас проблем никаких нет. И давайте последнюю картинку разберем. Принцип проектирования. Здесь показан принцип карандаша, как меня учили. Принцип карандаша говорит о том, что контуры утепления, например, стены и крыши, они замыкаются между собой. Это является максимально энергоэффективным. Например, контур утепления стены и пола, он тоже замыкается между собой. Герметичная оболочка, которая показана красной вот этой линией, она тоже замыкается между собой. Например, если у вас дом каменный, есть какой-нибудь там газобетон, то в каменных домах обязательно делается штукатурка. Например, у вас цементная штукатурка 2 см, и вам пароизоляционную пленку нужно завести на эту штукатурку. Вот мы синюю ленту используем. Кто не видел, сейчас я тоже фотографию вставлю. Вот синяя лента, она чем хороша? То есть вы сделали переход от пароизоляционной пленки к стене, вот этой синей лентой приклеили ее, и из того, что у этой синей ленты тряпочная основа, то есть штукатурку можно наносить на эту тряпочную структуру. То есть штукатурка на ней очень хорошо держится. И у вас получается максимально герметичный контур. Вот зная вот этот вот принцип, люди могут максимально правильно проектировать дома, чтобы дома были теплые, чтобы дома были энергоэффективные, чтобы в домах не было никаких проблем. Итак, друзья, условия конкурса. Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, в конкурсе? На самом деле нужно сделать всего лишь ничего, можно сказать. Нужно подписаться на мой телеграм-канал, называется он RUFER1. Ссылку на него я оставлю в описании. Сможете зайти подписаться. Вот, и сейчас вот вы видите фотографию на экране. Под этой фотографией в телеграм-канале нужно написать комментарий «Хочу учиться». Человек, который напишет первый, значит, это будет участник номер один. Человек, который напишет второй, участник номер два. Ну и так далее. Потом в генераторе цифр мы сделаем вот этот вот розыгрыш. И генератор цифр уже определит победителя. Та цифра, которая, собственно говоря, выпадет, тот и победит. И сможет бесплатно с 23 по 27 января в Москве пройти это обучение. Желаю всем удачи еще раз с наступающим Новым годом. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, и чтобы вы не болели.